приветствую друзья мои мы вновь на моем канале от тела к духу от духа к душе и сегодня я продолжу вот предыдущую беседу о вот таких разного сорта людей которые как мухи на какашку слетаются со всех щелей со всех дыр и хочу продолжить вот я напомню что в крайнем ролике я немножко касался вот странного типом волонтеров касался мастей вот этих яковы волонтеров которые пришли во благо ну в первую очередь я имел ввиду армии армии тыловое снабжение и так далее связи с вот с этим антитеррористической операции внутри я речь вел о таком персонаже как тука вот и я продолжу еще про одного персонажа и некое коротко буквально это потому что она меня так задело в очередной раз никак не попускают о я об этом персонаже упоминал о семене семенченко вот это я даже не знаю как вот то ли это его погоняло то ли это какой-то псевдоним военный лишь афи аферский мошенник это прозвище взял он константин гришин на самом деле но опять таки ну вроде бы да костя гришин по всем таким данным и здесь о рождении там кое-какие там документы которые до подтверждают что это их константин гришин хочу меня задело друзья мои вот опять таки ролик открыт вчера вчера суббота сегодня воскресенье да и вот этот персонаж я попробую фотографии предоставить представить вот это фотографии фотографии анфас вот он объявляет опять предъявы какие-то кида и кидают что якобы саакашвили за его спиной за его спиной боже мой кто ты такой фуцин блять за твоей спиной вот саакашвили идет тайные переговоры с порошенко охереть нет надо даже если бы он и вел я ничего не могу исключить в этом мире такая может быть несуразная комбинация выйти что здравый ум этого к этому прийти не может или он должен быть под каким-то стимулятором или или он должен быть полоумным вот и вот это он такое делает заявление штуках как это так можно предатели вредатели но очень так деликатного ничего не сильно прошелся по саакашвили смешно просто и потом перевернул стрелки на порошенко что это то еще быдло с которой невозможно не договориться ничего он барыга и барыга и так далее и так далее вот 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 и теперь я думал если он сейчас начнет гнать на саакашвили это не то что в защиту михаила или то я прекрасно ну прекрасно относительно я достаточно хорошо знали его ну я с ним не знаком никаким боком не был хотя они были тут и всего двумя депутатами с верховного рады верховного совета грузии я встречался неоднократно потому что один из них мой когда одноклассник по грузии мы с ним 10 лет проучили в школе и дальше так контакт ввели но он такой своеобразный парень не буду называть фамилию имя достаточно обеспеченный был папа старший брат юристов перми работал по моему прокурором ну поэтому я как раз это они приезжали уже было был период правления саакашвили ребята так в общем-то характеризовывал характеристику давали с разных боков неоднозначного конечно с очень своеобразный тоже парень саакашвили со своими комплексами неполноценные комплексами неполноценными неполноценности имею ввиду в первую очередь ну сейчас средняя саакашвили но я к тому что вот если сейчас он еще его начнет обкакивать то вот а я позволю себе напомнить что тут этот кипиш последний митинг как они его обозвали вот 17 октября октября 2017 года прошло всего навсего ну два месяца на два месяца октябрь ноябрь вот сейчас декабрь на уже два месяца но думаю от ты блин посмотреть два месяца так это бегала встречать на эти таможенные границы все когда саакашвили пытался прорваться на украину то я ворал вопил в рыло такое собирался эту шлайбень рядом с собой хрень блять вот ну думаю если вот так он задницу рвал ну я понимаю есть интерес шкурняк огромный потому что был период они были все в забытье подпродукт вообще этот как его семенченко и гришин вот начинал он если мне не изменяет память я не вникал в эти дела в общем как бы был у этого мэра львова садового есть такой такой парень тоже я говорю нету нету ни одного человека на ком можно поставить клеймо уже все заклеймену а задницы с двух сторон и на лбу стоят по три печати блять он был у него потом не знаю по моему они разошлись куда он влез сейчас петель партии ли он сам по создал партию не знаю так вот но вот он не перешел не перешел на саакашвили так персонально что даже ездил такой тезис ориентировочно приведу что даже если он ввел какие-то тайные приговоры то это можно не считать предательством потому что саакашвили все равно это ввел разговор во имя объединения украины чтобы не было разобщенности и так далее в общем вот таким макаром съехал ну бог с ним я сейчас и не собираюсь комментировать вот это выступление просто сейчас опять вернусь к тому что меня задело ну во первых фото я попробую все-таки эту фотографию но вернее с видика сделать фотографии вам представить это в принципе в интернете зайдите наберите это и те собаки будут на каждой странице так вот он стоит сзади человек так так на вскидку 20 ну насколько сколько вот там объектив охватывает самая разношерстная ну вот я такую басоту видел наверное к концу восьмидесятых в россии россии на донбассе и да вот и наверное в крыму нет кто во что одет непонятно лица непонятные то ли это с лтп лечебницы здесь по этой больнице по лечению алкоголиков то ли это бомжи при одевших если при одевших как которые при одели которых при одели обули типаж еще лиц вот опять-таки конец восьмидесятых начать девяностых такой полур как ганский дешевый были такой вот и одежка это вот не вот вспомнилось я не знаю откуда их подобрали но не важно но сама фактура вот это он впереди ну метров наверное 5 6 вот с таким хлебальником задница у него растет по моему каждый день и скоро в нормальные объемы двери ширину двери он лизать не будет вот есть парень соболев он тоже с первого дня такой на вид интеллигентный такой парнишка вот и не помню его не помню в каком партии вот он уже за эти два две недели ой два месяца он еще немного он будет выглядеть как снят из креста вот это видно что парень сжигает себя не знаю по какой идее по какой мотивации но это не очень он такой испорченный сам по себе я не знаю кто его ведет какой хозяин но вот по нем видно что этот парень действительно не досыпает там мучается там что-то обдумывает ведет эти дают и репортажи ведет вот в облайн режиме разные вот эти выходки власти и так далее полиции этот видны этот видны этот блин костик костик я не знаю это реально ну это кошмар вот этот тот как раз типаж этого мужика который я просто блюю на них просто блюю а была худенькая я бы если найду я предоставлю вам эти фотографии худенькая такое видно хорошо кормят уже авторитет якобы и куда-то вот там по дороге едут снимают эти всякие ситуации встречи расставания река заходят придорожные эти это мысли слух и там их корма тело же что он пахан мелкий 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 тараканишка и там я знаю что такое если уважают человека реально вот я тоже вот так лазили по областям и в районам всегда там находились какие-то общие эти и накрывали шикарный стол кто на что был богат это за это придорожные кафе рестораны придорожные практически бесплатно тоже только ради ради уважения это да если вот так мотаться еще и склонен полноте то ты через два-три месяца вообще в борово превратишься блять который свою задницу не сможет ни на направо ни налево боец невидима фронта боец командир командир батальона дом вас вот и вот в завершении уже он призывает воскресенье то есть сегодня собраться опять массовку устроить где бы вы думали в парке шевченко парке шевченко это центре города напротив красного здания киевского университета на улице владимирской это очень знаковое место я после того как с банковой наш флигет сняли мы по моему рассказывал у нас получилось взять квартиру на улице горького на начало горького а он углом как раз выходит и первый жилой дом после мед библиотеки медицинской библиотеки и вот если выйти с моего дома повернуть налево ну с того дома где мы жили повернуть налево пересечь улицу толстого которая начинается от площади толстого идет дальше сторону саксаганского и так далее сейчас не знаю как опять таки не знаю как эти улицы называются меняли их не меняли вот и вот перейдешь у переходишь улицу и в этот парк попадаешь и в этом парке этом парке люди добрые я кантовался наверное лет шестнадцати еще до окончательного приезда в киев опять-таки приезжал к родственникам и кроме вот центр центральных парков что я вспоминал марининский там еще пару тройку таки не ну где-то два точно парка так именно в центре центровые места я туда тоже часто заезжал девочек на свидание там назначал там был хороший кинотеатр киев не знаю сейчас есть кафе снежок или снежинка ой там вкусные торты делали кофе я так не баловался особо и это я там денег без ограничений и девчата захваты любого возраста ну в основном красивых симпатичных девчат которые на душу ложились и я там вообще вот тоже знал эту так по полной программе и опять же с этим с этим парком опять связано очень много добрых воспоминаний и опять когда же мы уже жили на горького с семьей старший брат в узбекистане тогда работал журналист он заслуженный журналист украины и он вот после чернобыля вот это они уехали туда а мы остались вот на этой квартире и маленький сын сын был два-три года ну да 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 нет маленький совсем я естественно куда вы в центр города там даже по тем временам достаточно насыщенный будет трафик автомобилей и частных и общественного транспорта я выводил его в парк там была детская площадка хорошенькая сделали ну можно было просто гулять коляске тому и хорошие были дороги до стопа тем временам очень хорошего у памятник вот это шевченко посредине он лицом смотрит на центральный вход на фасад вот этого здания красного университета киевского вот потом мы могли еще спуститься в ботанический сад вниз в общем уйма 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 приятных воспоминаний даже то что вот меня я помню да еще я школе учился может и нет уже наверное уже закончил опять приехал на лето и и шел как-то уже эти сумерки даже вот уже ближе к но ввести и там же вот компания сидит там девочки мальчики молодые молодые но может по старшим и на гитаре играет один ты можно а мне никто никто не отказывал если я где-то попрошу в любой компании всегда предоставляли я взял это теплая ночь такая тихая все взял сел на скамейку ну кто вокруг стоял кто сел вместо было и там пошел по малой арноузкой вот все одесские песни а я знал их практически все я вот там исполнил и вот где-то на середине этого импровизированного концерта подъехали эти постовые милиция постояла послушал ну я не так чтобы сильно громко ну так не не напевал и не орал то есть исполнял так достаточно культурно но все равно ночь машин уже мало ездит слышно ну вот это постоянно посмотрели послушали ну молодой человек может свирьем вы такие песни поете тут он матом я не пел частушки не пел но вот там хорошая песенка четыре стиши но с таким с подтекстом ну допустим вот сейчас если на пске вот зашел в аптеку сыр гордон чтобы заказать себе паузы таблетки но деньги он забыл в жилетке чем был ужасно огорчен и таких наверно куплетов 20 30 сумасшедший какой прикольный вот по тексту ну в общем пасы ну ладно говорю товарищи я манил и то есть 15 закруглился ушел и казалось бы вот так и вот такая как бы нестандартная ситуация но она не никаких неприятностей ничего даже вот это эти такие вот такого плана воспоминания душу греет были драки были стрелки там да было 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 но все равно теперь чему вот это быдло то блять безымянное хочет созвать вот это встречу около с памятника шевченко и вот опять меня как покореживаю ну что думаю где еще есть чистое место ну в моем понимании где я могу пойти и сдохнуть не загажены не растоптанным воздухом мариинский парк опохабил это быдло я говорил да в каком-то ролике что они вызывает вызвали такое ощущение как будто ко мне в дом при мне когда находится моя семья приходит это быдло то в грязных обувках топчет мусорит ведет себя крайне похавно и ты просто не можешь понять ты на каком свете и и вот то же самое по парку шевченко но думаю суки вот там тоже много всяких было дьявольских этих встреч и вечер и прочее прочее начиная с ющенко блять патриот страны были него как это шевченко поэта тоже гордость это национальный символ украинского народа очень много там было но еще вот это чумо блять из непонятной этой блять коп компания коп компания самого дешевого пошиба вот и вот подкопать его надо опустить наклонить опустить выкинуть в парашу блять чтобы его обоссали все кто там находится и забыли вычеркнули его из порядочного общества он стоит вещает нам когда мы там ходили и делали какой-то рисунок жизни радовались он еще в проекте не состоял у его обещал а если состоял то еще ходил под столом и далее не ходил наверно на карачках ползал по моему вот 74 года да не мальчик тем более и вот он стоит и вещает нагляд умные мысли ну вот заканчивая вот этот вариант с волонтерами с комбатами которые ни в одном бою не участвовали ребят подставляли погибших или от раненых которые уже нали инвалидности как я ребят очень много кинул кинул на квартире и кинул на денежное обеспечение потому что он же жарнил ну это тут такой сорт чертей это черти дешевые рогатые вонючие черти на квартиры если погиб человек он обкрадывал семью обкрадывал детей ну какие-то надо сразу стрелять этих людей надо сразу стрелять вот как хотят пусть расценивают мои слова флот до флот до угрозы мне до одного места потому что правда 1 я-то буду знать и таких как я очень много людей зная правду она дает силу несмотря на телесное состояние вот я как данный момент я далеко не на высоком энергетическом уровне это и понятное дело все равно я знаю что это правда все больше ничего не надо этого достаточно правота правота но опять-таки все относительно в этом мире моя правда тоже относительно и правда любого нету мы не бои истины абсолютной нету но тем не менее в пределах вот понятия наших мирских такие отличается правда от зла вот поэтому я я предоставлю предоставлю фотографии еще может каких-то этих таких же ублюдков вот просто ради интереса вот взгляните взглянитесь в эти лица я не знаю где я допустим не красавец далеко не красавец да ну и вот очень много таких людей которые люди как люди внешне внешне даже вот лицом на этих на эти как посмотришь лица все там никакого положительного никакой положительной реакции не возникает вот не возникает и все абсолютно антисимпатичные существа черти черти которые сами по жизни потерялись я по большому счету можно их пожалеть ну хорошо это вы такие вот это ваша карма это ваш крест ну идите педерасты колыхайте сами себя чего вы заманиваете массы под себя вы же их подставляете уроды и подставляете дни во имя высоких идеалов что пошли защищать родину спасем защите от врага и так далее нет только сугубо своих личных интересов не краснее глядя в основном прямо в глаза сидя на этой прививки которые вот черти колят на этом допинге ментальном и продолжают дальше вести свою вот эту преступное это даже не то слово нет это антибожескую анти вселенскую они нарушают все статьи вселенских законов они деструктивные личности их место в лагерях их место спец этих резервациях и где угодно тюрьма для них это великое счастье вот такое положение опять таки это просто беседу я никому ничего не река не навязывая не учу просто вот в очередной раз выражаю свои точки зрения это я уже не раз так вот задяем подтягивал вот эти темы по разным этим просто думайте думайте вот кто способен слышать да кто способен думать кто хоть чуть-чуть свое сознание расширил вывел за пределы подумайте подумайте ну вот чистого сердца хочу чтоб чуть-чуть раздвинуть сознание чтобы у вас открылись глаза хотя бы в прищу может вы тогда разглядите вот это все иначе не жалко жалко миллионы миллионы людей которые идут как вот стадо овец за бараном баран пошел с обрыва прыгнул вот это все стадо вот по каким-то рефлексом это я тысячу раз наблюдал тысячу раз живую пошло и все и полотары ушло вот так просто баран не даром если баран вот пошел за вожаком и друг за другом ты его и вперед не смотрит есть пан почва под ногами под копытом или нет вот поэтому чуть-чуть чуть-чуть раскошеливаетесь как-то расшевелитесь расширились иначе 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 ничего хорошего нас не ждет ну она и так ближайшее время не ждет потому что данный момент такого диалектики жизни на этом этапе ну тем не менее тем не менее пусть проснется инстинкт самозащита поднимется уровень вашего самосознания саморазвития хотя бы во имя вот ваших потомков вы уже не можете но хоть как-то вот чтоб хоть на мизер повлиять уже на восприятие воспитания детей внуков правнуков и так далее ну все это вот опять таки продолжил вот вариант с волонтерами и уже не успею вот то что я обещал а чего вот получают люди как бы как бы наказание от всевышнего но уже продолжить не успею потому что уже до времечко тоже давид поеду отдохну вот она посвела но вот эта тема по свежему как бы в продолжение вот предыдущие пошло вот я выехал и нашел возможность с вами побеседовать и опять говорю хоть виртуально общаемся мне очень приятно с вами общаться рассуждать даже вот вот того как вы получаете потому что не всегда получается какой-то полный диалог вот как бы вот как комментарий моментарию может я не располагаю вот и к такому роду общение но я абсолютно нормально это принимаю конце концов если я рассказывал бы или говорил бы что-то несуразное абсолютно несуразное то я думаю были бы были бы замечания какие-то ну все я поехал друзья мои и до скорой встречи а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова